Всем привет, друзья! Вы на канале InStarting Новости и сегодня у нас эксклюзивный выпуск. Сегодня мы с вами поговорим о новинках Apple, презентация которых состоялась в компании 8 марта. Материал действительно является в какой-то степени эксклюзивным, так как, думаю, многие знают, что Apple ушла из России в связи с текущей ситуацией, о которой вы все прекрасно знаете. Помимо этого, презентация также была недоступна в Российской Федерации. Поэтому, кто еще не ознакомился с новинками, желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Ну что, давайте начинать по порядку и стартуем мы с Apple TV+. Здесь я долго затягивать не буду, расскажу лишь то, что на площадке появятся спортивные трансляции. Сначала это будут трансляции бейсбольных матчей каждую пятницу в США. А вот об апгрейде 13 айфона мы поговорим подробнее. Апгрейд, конечно, это тоже громко сказано. Итак, что же нового? А из нового здесь добавилась новая цветовая гамма. Зеленый для базового и Alpine Green для 13 Pro. Сейчас айфон 13 предлагается в пяти цветах. Черным, красным, белым, синем и розовым. А 13 Pro в четырех. Темно-серым, синим, серебристым и золотистым. С точки зрения характеристики других возможностей, айфон 13 в новых оттенках зеленого не отличается от других цветовых версий. Цена тоже осталась неизменной. От 699 долларов до 999 долларов за айфон 13 и 13 Pro. Что касается неизменной цены, это, конечно, понятие относительное. Так как с учетом нынешнего курса доллара, по отношению к рублю, гривне и другим валютам СНГ, понятие неизменность цены просто неуместное. Погнали дальше. А дальше на очереди у нас айфон SE 5G, чип А15 и повышенная цена в 429 долларов. По дизайну, как вы заметили, мы ничего нового и не увидим. Изменения коснулись технических характеристик. Процессор А15 Bionic, такой же установлен в айфон 13. И четырехъядерный графический процессор. Apple обещает, что новый айфон SE будет в 2,2 раза быстрее, чем айфон 8. Устройство получит 4,7 дюймовый дисплей с защитным покрытием. Также смартфон покрыт прочным стеклом. Задняя панель выполнена из тех же материалов, что и в айфон 13 и 13 Pro. В производстве айфон SE последнего поколения использовано большое количество переработанных материалов. Гаджет получит 12-мегапиксельную камеру с Deep Fusion, которая оптимизирует текстуру и детализацию снимков. Smart HDR автоматически подберет индивидуальные настройки для каждой фотографии. Айфон SE будет доступен в цветах Midnight Blue, Starlight White и Product Red. Продаваться он будет по цене от 420 долларов. Доступны версии на 64, 128 и 256 гигабайт памяти. Предзаказ начнется 11 марта. Отправлять первое устройство начнут с 18 марта. Но как вы понимаете, продажи будут не везде. Далее на повестке дня у нас обновленный iPad Air M1 и 5G. Новинка почти не претерпела внешних изменений в дизайне, а все нововведения коснулись внутренних компонентов. Обновленный планшет Apple iPad Air получил более мощный процессор M1, а мощность графической подсистемы возросла вдвое. В планшете используется 12-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает функцию Apple Center Stage, которая автоматически удерживает изображение в кадре во время видеозвонков. Камера на задней панели по-прежнему имеет 12-мегапиксельный сенсор. 10,9-дюймовый экран нового iPad Air с пиковой яркостью 500 нит. Он поддерживает HDR, но упоминания о ProMotion нет. Новый планшет поддерживает связь 5G и имеет порт USB-C, который обеспечивает скорость передачи данных 10 гигабит в секунду. Это вдвое больше, чем раньше. Устройство поддерживает функцию Touch ID. Сенсор интегрирован в кнопку питания. Емкость накопителя от 64 до 256 гигабайт. На выбор пользователей предлагаются версии с поддержкой только Wi-Fi и Wi-Fi Plus 5G. Доступные цвета включает серый, розовый, фиолетовый, синий и серебристо-золотой. Цена обновленного iPad Air от 599 до 749 долларов. Предварительные заказы можно будет разместить уже в эту пятницу, а фактические продажи начнутся 18 марта. Далее поговорим про M1 Ultra, флагманский процессор для самых мощных компьютеров. 8 марта компания Apple также презентовала новый процессор на базе M1. Теперь вместе с M1, M1 Pro и M1 Max будет и M1 Ultra. Главное отличие чипа от других в семействе – размер и производительность. По сути, это два процессора M1 Max в одном. Объединенные архитектуры Apple Ultra Fusion. Межпроцессорное соединение на чипе происходит со скоростью 2,5 ТБ в секунду, что позволяет удвоить все характеристики чипа M1 Max. M1 Ultra имеет 20 ядер центрального процессора, 16 производительных и 4 эффективных, 64 ядра графического процессора, 32-ядерный нейронный двигатель для обработки искусственного интеллекта и поддерживает до 128 ГБ ОЗУ. По словам Apple, новый чип производительнее, чем 16-ядерный настольный ПК, при этом потребляя на 100 Вт меньше энергии. Процессор M1 Ultra появится на новом настольном компьютере Mac Studio, который также представили на весенней презентации. Далее Apple рассказала про Studio Display – 27-дюймовый дисплей 5K за 1599 долларов. Новый дисплей внешне больше всего напоминает Apple Pro Display XDR, но без дополнительного шарнира. Шарнир, настенное крепление и нанотекстурное покрытие можно докупить отдельно. Цену пока не объявляли. Дисплей обладает диагональю 27 дюймов, разрешением 5K, 600 нит яркости, True Tone и миллиардом цветов. Внутри чип A13 Bionic. Также в дисплее установлена 12-мегапиксельная камера и 6 динамиков с поддержкой Special Audio, 3 порта USB-C до 10 Гбит в секунду и 1 Thunderbolt 4 с поддержкой 96 Вольт. Стоимость минимальной конфигурации – 1599 долларов. И завершает парад новинок от Apple Mac Studio. Новый десктопный ПК для создателей контента. Новый моноблок Mac Studio выглядит как более гладкая версия Mac Mini с размерами 195 на 111 миллиметров. Моноблок будет поставляться в версиях с чипом M1 Max и новым M1 Ultra, до 48 Гб видеопамяти, а также обновленной мощной системой охлаждения. В максимальной конфигурации доступно до 128 Гб оперативной памяти и 8 Тб внутреннего хранилища. На задней панели 4 порта Thunderbolt 4, Ethernet 10 Гб, 2 USB-A и HDMI. На передней панели 2 Thunderbolt 4 – слот для SD-карты. Десктоп поддерживает одновременный вывод до 90 миллионов пикселей, а также до 18 потоков 8К ProRes 422 видео. Цена начинается от 3999 долларов. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте лайк ему, подпишитесь на наш канал и на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а с вами был Андрей, канал InStarting Новости. Желаю вам мирного неба над головой, друзья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok